Смотри, какая ты красивая. Смотри, мы оденем сейчас с тобой корону, будем красивой принцессой. Ярославе 12, и у нее тяжелый диагноз. Но, вопреки ему, сегодня она выйдет на сцену. Как положено настоящему артисту, без финального прогона никак. Репертуар у новогоднего праздника непростой – танец цыганочки. Поможет мама, она же личный костюмер. Мы готовим платье, мы готовим наряд, мы выбираем короны в магазине. И смотреть приятно, когда твой ребенок испытывает положительные эмоции. Новый год, волшебная сказка, она, в общем, для всех одинаковая. Как для взрослых, так и для детей. Наши детки особенные, но они такие же, как и все абсолютно дети. Случиться чуду непросто, но в него точно стоит верить. Уверена и в семье Марченко, потому к встрече с главным волшебником – готова Алиса. У девочки ДЦП, но, несмотря на преграды, в семье самая творческая натура. Она очень любит петь, очень. Она и дома всегда поет, разные песни подпевает, и на утренниках выступает, и рисовать любит. Сложности не страшны, когда рядом те, кто не оставит в трудную минуту, а поддержит и даже развеселит. Сегодня во второй столичный центр коррекционно развивающего обучения и реабилитации заглянули старые друзья из комитета судебных экспертиз. А сегодня еще и в качестве помощников Деда Мороза. Это очень приятная миссия, приятный вдвойне. Мы шесть лет шествуем над этим центром, стараемся помогать не только в эти дни, а постоянно, круглый год, каждый день. Лиди всего четыре, а вот мечта у малышки – большая и одна на двоих с мамой – обязательно поправиться. У девочки порог сердца. Сегодня в Республиканском центре детской хирургии, который стал вторым домом, ее ждал приятный сюрприз. В вторник у нас была операция. Все хорошо, уже подтвердили анализы, кардиограмму, УЗИ, что все, все у нас теперь сердце работает так, как нужно. Так что Новый год встретят дома, а еще с подарками. Добрая акция «Наши дети» заглянула и сюда. Общение с детьми всегда дает какой-то положительный заряд. Вы видите, детки, которых мы сегодня поздравили, несмотря на то, что много из них с очень сложными диагнозами, они не унывают. Разгадывали загадки, даже играли в снежки, правда из бумаги, в Минском детском доме номер пять. Сюда с главным волшебником заглянул заместитель председателя Совета Республики Анатолий Саченко. Без музыкального подарка для таких гостей никак. Приятно, когда посещаешь такие учреждения, дома и даришь детям подарки, они всегда загадывают желания, надеются на что-то лучшее. Но наша задача взрослых и просто неравнодушных людей сделать все возможное для наших детей. Зажигали звезды и в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов. Для воспитанников офицеры ВВС и войск ПВО приготовили музыкальный сюрприз. Сорвали голос, танцевали и, конечно, кружились вокруг елки и в чашниках. На праздник детвора прибыла из десятка деревень района. В местном доме культуры развлекательная программа. Целая ярмарка талантов, где дети еще и участники постановки. Что такое Новый год? Новый год – это праздник волшебства. И все детишки, все дети ждут этого праздника с нетерпением. Да не только детишки, наверное, и взрослые тоже самое. Мы ждем этого праздника, хотим, чтобы все наши мечты, все наши сохраненные желания в этот праздник, в этот праздник день, сбылись. В Гродно подарки принимали воспитанники детского сада для детей с нарушением зрения. Каждый день со всего города сюда съезжаются 110 ребят. Новый год – любимый праздник, к нему долго готовятся. Учат стихи, песни, шьют карнавальные костюмы и делают своими руками подарки для гостей. На этот раз мышки – символ года. Мне очень нравится эта пора, мне очень нравится Новый год, Рождество. И то время, которое позволяет с добрыми, самыми теплыми чувствами приезжать к самому маленьким нашим гродненцам. Акция «Наши дети» продлится до 10 января. И только в Гродненской области охватит больше 150 тысяч детей. А еще приятно, когда подарки и внимание от самого сердца, да и заветные ночи – настоящие чудеса. Не ждут.